ребята всем привет это пятая часть прохождения монстр пиксель джанк монстр с прошлого прошлый раз я начал играть medium прошел первый уровень и все на этом мы закончили теперь продолжим следующий уровень под названием смайл улыбка так вначале у нас идут вот такие вот микробы маленькие против них я ставлю каноны они просто отлично подходят наверное здесь еще один поставлен канон я не знаю 2 наверно хватит давайте посмотрим вопрос не хочу 3 ставить уж следующие пауки будут пауки все-таки против них лучше лучников ставить вот если сейчас этот добьет но не добил но можно вот здесь вот поставить например для лучников башню купа у меня здесь гем выпал я думаю добьет да еще один выступает а сейчас я буду готовиться добавлять сюда вот лучников надо потому что все пауки против них надо лучников ставить здесь я canon поставлю на будущее если кто-то проходит чтобы там добивали их значит вот они умирают я их быстренько собираю все монетки как я говорил после каждой волны пять процентов от общей суммы монет которые у вас есть на на окончании убийства последнего монстра вы от них получаете 5 процентов вот видите 236 у меня осталось я получил там сколько-то не заметил ладно переступим дальше думать что у нас дальше великаны пошли великаны против них нужны каноны канонов у нас всего три соответственно мне надо скорее все 4 еще добавить канон стоит 120 у нас денег много поэтому никаких проблем с этим не возникнет 2 канона у нас уже 2 уровня я проапгрейдил вот видели танцевал я плюс они сами по себе практически апгрейдились когда убивали всех как я говорил здесь башни апгрейдится если они последним выстрелом добивают монстра ладно поставим тогда уже пять а эту будем апгрейдить так кто первый раз смотрит видео пиксель джанк это не особо популярная среди русских игра но эта игра серии tower defense игра довольно старая по моему она впервые вышла в 2008 году я не знаю на какой платформе она вышла но скорее всего она была эксклюзивом для playstation 3 далее она уже была портирована на все остальные платформы такие как playstation vita по момент xbox есть в стиме появилась короче она на многих на самом деле платформах уже вышла и на маке есть еще где-то есть то есть игру развивают она значит прибыльная россия развивает значит здесь мы против воздуха поставим здесь тоже хорошее место против воздуха не знаю может в конце еще один антиэйр поставить здесь не очень удобное место здесь в конце хотя давайте посмотрим как они там справятся начали тогда они не особо справляются давайте тогда про апгрейджу это я думаю с двумя апгрейдами то есть третий уровень уже башни они должны справиться а если кто-то пройдет я думаю там лучники все-таки добьют или не хватит лучника вроде не хватает поэтому придется здесь ставить еще одно антир я просто пытаюсь сэкономить деньги потому что когда ты сэкономил ты больше лет 5 процентов больше получишь в конце вот видите сейчас получил 17 монет халявных из ниоткуда если я еще бы больше сэкономил был там 20 чем ты так вот нарастает нарастает и все больше и больше у тебя дополнительных денег здесь значит канон поставлю уже под конец здесь наверно эра только можно ставить но это можно было не ставить видите пауки умирают и так никаких проблем вот там один паук только вниз побежал хотя вот проблем кита возникли на самом деле как видите ли значит придется переиграть надо побольше по-другому ставить надо наверно проапгрейдить было все башни чтобы немножко радиус увеличить что они не все стреляли в этом проблема наверно и надо сконцентрировать все силы в одном месте не надо их так разбивать как я делал то есть вот так вот мне кажется самый идеальный вариант час три пушки они близко я прошлый раз тоже прошло рынке первый раз был не прошел тоже была проблема что я просто везде пушки ставил в разных местах а надо их просто в одном поставить и тогда получится всем по-другому все они как бы вместе работают давайте вот так попробуем начале лучники далее одна пушка один лучник одна пушка один лучник еще пушка вот так вот намного эффективнее они равномерно убирают я думаю так будет круче посмотрим пока не уверен надо проверять просто эта игра необычная некоторые моменты здесь не как в других играх надо просто правильно понимаете как что делать давайте все башни вот эти лучников один апгрейд сделаем чтобы увеличить радиус тогда мне кажется намного легче будет просто они до пауков не все достреливали некоторые пауки далековато пошли и все один апгрейд я думаю поможет в этом великана вообще не проблемные были там 4 великана по моему было или 5 моих быстро убили там три пушки справились я помню давайте тут еще и роба ставим а здесь у нас будет анти эйр анти эйр и здесь будет анти эйр вот так я сейчас купил чтобы не обращать внимание на это чтобы успеть проапгрейдить пару башен я думаю анти эйр один и проапгрейджу в прошлый раз я гемы потратил на это можно было не тратить на самом деле можно один проапгрейдить и 2 один раз хотя бы это реально поможет нам участвуйте один я успел 2 не успею проапгрейдить как видите мой персонаж уже быстро бегает мы это открыли с с помощью специального уровня который мы прошли special one был и теперь он всегда бегает скорость передвижения намного был выше вот это кстати пушка ты не особо крутая против воздуха вот смотрите она только начинает стрелять здесь вот есть некоторые летают по другому маршруту и это не особо эффективная пушка получилось но в целом мы их убили лучше чем прошлый раз видите тогда они практически до конца уже доходили а сейчас все нормально с этим я все равно эро сейчас добавлю пару пушек здесь пусть будет эро вот здесь на давайте в конце пусть будет если там добить кого-то здесь у нас canon будет давайте посмотрим как на этот раз получится лучше не лучше на всякий случай там еще куплю ну один проходит на там две башни должны добить на любили так воздушный уровень еще один идет но он вроде как не должен быть сложным не знаю еще одну анти-air добавлять и давайте сделаем они они будут не буду тратить я думал сделать одну пушку которая будет золотая и тогда проблем не будет с другой стороны мне тесла башни пушка наверно понадобится чтобы убить специальных чуваков специальной защитой как мне кажется ну что добьют скорее всего добьют сколько 4 осталось сейчас добьют первый мертв второй тоже там две пушки добью до сломали так значит тут я кэра наверно еще поставлю на будущее ой случайно кнопку нас ладно здесь наверно теслу сейчас докажем я сейчас продаю здесь я случайно нажал то бесполезная пушка у нее радиус низкий ними ничего не убьем никого блин а пауков то много пришлось добавить по башен пауков много по монетка одна исчезла я не успел добежать потерял 10 монет но это не критично для этой игры на самом деле так еще воздух будет до воздуху на самый проблемный был тогда давайте вот здесь против воздуха поставим хорошее место как мне кажется они вниз летят как раз там вот здесь великаны большие такие защитой смогу ли их убить у них много здоровья просто сейчас тут еще про апгрейджу тогда я думаю добьем но будет очень опасно давайте золотую делаю что я не хочу проигрывать пусть уже наверняка добивает мы же теслу уже купили то есть у нас гемы есть свободные мы можем их потратить и на всякий случай давайте здесь еще против воздуха одно поставлю и давайте про апгрейдим это вот уже мы видим через волну будут уже защитой малые такие микробы против которых надо ставить теслу потому что обычные пушки они не пробивают эту защиту вы можно их убить обычными но это надо постараться потому что пробить его брони нет так но эти все этих этих я убиваю они тут на центре прям так и тесла где у нас тесла будет мне кажется здесь неплохой вариант потому что близко и радиус мы сейчас теслу золотую сделаем будет отличное место как мне кажется где еще тесла наверное вот здесь например или вот здесь как они наверное здесь все таки хотя плоховатое место на самом деле придется золотую и именно эту теслу делать потому что я ее поставил в плохом месте и без апгрейдов она вообще не достает не достреливает давайте уже стреляете по ним видите как они проходят я вообще не попадаю по ним все то есть я тогда сейчас все апгрейды на эту теслу потрачу посмотреть в час вот отличные радиусы без апгрейдов конечно ерунда так еще насчет апгрейдов я здесь хочу тезлу купить вместо пушки но видите как отлично работает этого золотая тесла абсолютно никаких проблем теперь всех убиваем так теперь я это наверно один апгрейд руками сделаю протанцую ногами вернее а все остальные сейчас посмотрите как тесла будет бить но добила здесь надо срочно золотую делать все сейчас должна добивать все все это дело как но это до этого добить все нормально надо срочно еще теслу как мы видим не особо хорошо все получается не хватает чуть-чуть начинают проходить а я же прохожу идеально то есть чтобы все 20 жизней сохранить поэтому мне надо по-другому чуть-чуть сделать все это дело сейчас наверное может на эту пушку поставить амгрейд сделать еще золотую надо к нам делать все равно босс скоро пойдет уже надо быть готовым ну тесла хорошо работают сейчас вот только воздушный уровень пойдет надо быть готовым что вам чё проапгрейдить еще но лучников можно но там только радиус увеличивается с силой не добавляется в этом ты в минус все тут к нам готов этот я руками вначале наверное вот надо что-то с воздухом делать денег у меня много так что давайте поставим эти здесь поставим тоже хорошее место достаёт ну и наверное надо еще добавить мне кажется недостаточно все таки я сделаю вручную амгрейд этой и этой это должно мне помочь сейчас посмотрим как пойдут как стрелять начнут ну первая пушка она плохо стреляет практически не пробивает ничего когда я здесь продам куплю продам куплю куплю продам куплю я вот так сделал если кто пробегает проходит они набьют там потому что я смотрю что здесь сложновато трудновато немного они уже начинали пролетать я уже перестраховался как мог сейчас быстро соберу и теслу сверху надо проапгрейдить или давайте эту теслу тоже неплохой вариант сейчас только один раз и нара протанцую потом апгрейд за гемы сделаю это обычные пауки ничего особенного но вроде добиваем но хочу быть уверен что никто не пройдет поэтому делаю это но не максимально апгрейд получился не хватает гемов но все-таки нормально там должно задеть их плохо что там я продал у меня лучников не осталось ну и все короче плохо перри перестарался я здесь надо просто золотой апгрейд против воздуха сделать и не париться надо было сразу так делать сейчас сделаю все каноны вот здесь все нормально с этим делом теперь апгрейдим блин третья попытка на время то плоховато долго проходим я проходил с первого раза раньше а как то сейчас просто хочется сэкономить я просто на харде играл не так давно в эту игру я уже знаю как надо делать надо просто экономить деньги чтобы не покупать некоторые башни раз простенькие сразу более-менее поэтому я и пытаюсь здесь это сделать но это не так хорошо здесь получается но этих мы должны убивать прошлый раз это похоже похоже застроил точно так же должно хватить да тут канон сейчас монетки собирают до того как они последнего мы добьем чтоб процент получить с более высшей суммы вот видите 158 сейчас сумма получилась с более высокой суммы так дальше ничего опасного и сейчас я где-то хочу поставить тогда уже против воздуха идеальный вариант чтобы всегда их убивать сразу здесь или здесь вообще здесь просто нет а наверное не особо вариант хороший надо здесь ставить сразу ставить и апгрейдить в первую очередь эту башню чтоб меньше гемов потратить или вообще здесь давайте уберем понятно что этот денег потерял но все-таки здесь получше радиус будет как бы все захватывает сейчас один апгрейд руками и все остальные апгрейды с помощью гемов и все это башня будет золотая наверно против воздуха особо париться не надо будет посмотрим в прошлый раз я просто перестарался надо было сразу продать против воздуха после того как мы они прошли и поставить пару лучников и все и по пауки бы умерли и мы бы прошли никаких проблем не было но я решил просто сэкономить на самом деле не знаю что я решил сэкономить зря это сделал так давайте один раз апгрейд что все по одному разу были про обгрыжены против пауков что было легче и сам крыль делаем мы чуть радиус увеличим этого должно быть достаточно это пушка даже сейчас не особо хорошо стреляет все-таки радиус не идеально все это получилось давайте тут arrow чтоб сразу пауков стрелять самом деле давайте здесь arrow поставим и здесь arrow хорошее место чуть дальше где-нибудь canon надо ставить или давайте arrow здесь хотя они как-то через низ бегают там эти пауки давайте в конце перестрахуемся вот видите они как-то даже проходят сейчас сейчас получилось хуже чем прошлый раз короче я прошлый раз больше arrow поставил и апгрейд сделал один раз нами этот раз по-другому и все сразу вот такая вот игра вроде как делаешь все нормально а получается хуже чем прошлый раз монетка перелетела туда смогу забрать да забрал тут монетки примагничаются к тебе поэтому можно через горы где пройти нельзя собрать все ну что сейчас по-другому сделаю все перестрахуюсь уже давайте тогда здесь arrow здесь arrow здесь arrow здесь arrow давайте здесь arrow все теперь уже наверняка мы должны их впивать перестрахуюсь первый паук умер второй паук умер третий паук я потом тут еще добавлю скорее всего arrow ну вот так вот здесь здесь точно той же путь воздуха делаем arrow каждый по одному разу апгрейде делаю теперь здесь сейчас соберу потом апгрейджу ну значит великаны они никогда проблем не возникало с ними мы их убивали и следующий уровень мы убивали дальше там прошли пауки поэтому сейчас готовлюсь против них на самом деле давайте здесь не это сделано canon мне кажется так было прошлый раз получилось лучше намного 5 века мы все-таки не 4 так сейчас воздушные летающие апгрейд руками 1 и 2 и 6 гемов использую чтобы золотую сделать мы таким образом один гем экономим ну что первый апгрейд самый дешевый но самый быстрый поэтому для него гема использовать как не хочу здесь не особо надо здесь давайте поставим здесь здесь вот так вот пусть стоят пушки эти пушки эти давайте здесь сейчас должны убивать мы должны по любому я уже столько поставил всего и все должно доставать до них еще сделаю апгрейд здесь везде по одному на будущее тоже подойдет вот они только появляются сразу canon стреляет туда то есть они вместе по одиночке умирают но уже видно что лучше идеально но намного лучше ну и этого добиваете один выстрел все сейчас я теслу буду ставить тогда они уже в прошлый раз не пройдут тесла 10 гемов надо значит после этой волны я смогу купить давайте посмотрим как золотая справится можно нужно ли помощь этой башни еще построить где-то против воздуха давайте посмотрим пока справляется но сейчас они просто количеством берут она просто не успевает их убивать ну так как они летят вниз потом вверх наоборот получается легче время дается больше ну и все пройдено хорошо сейчас быстренько теслу поставим так теслу мы не успеваем поставить но сейчас волна начнется давайте тогда вот так перестрахуемся с этими везде поставил обычные лучников обычных чтобы наверняка давайте так с 6 короче все деньги потратил на этих пауков ну так как это средняя сложность здесь очень много денег дается и особо ты как бы не получаешь ну особо проблем нету но сейчас наверное надо было теслу уже сделать а я не успел а я не успел хотя вроде как нормально мы их убиваем даже лучше чем в прошлый раз каким то образом получилось намного лучше но здесь можно добавить против воздуха все таки ну потому что мало ли что воздух начнет проходить и снова начинать заново мне это не хочется так сейчас теслу один раз так и все остальные 6 гемов потрачу это золото сделаем вот золотая пошла где бы еще теслу поставить может здесь или здесь вот здесь хорошее место для тесла на углу самый лучший радиус получится а это тогда канона золотую делать если великаны пойдут и тесла не особо будет хорошо их прибивать чтобы у нас канона золотая была хотя бы чтобы не было если взбросить нужно грицы на грицы и и и на грицы Продолжение следует... Так, сразу золотую. Так, вот следующие пауки, они, по-моему, проходить начинают. Тогда я тут продаю и ставлю Теслу. Сразу же надо ее апгрейдить. Ну, так как у меня arrow башен много позади, так что должно быть полегче на этот раз. Раз, два, три. Вот этот, вот все, дальше мы не проходили, эти пауки прошли, и мы начинали заново. Ну, теперь ситуация изменилась. Должно быть намного легче. Давайте посмотрим, что получится. Ну, пауков много, но там должны добить. Проходят, проходят, но реально против них хорошо лучники работают в данной ситуации. Так, теперь великаны. Не знаю, насколько они там будут крутые, эти великаны. Проверить надо. Великаны, летающий уровень пауки снова. Скоро босс, поэтому надо уже против воздуха забыть про эти башни. Все равно продавать придется. Великаны вообще никакой угрозы не представляют. Они вон рассыпались. Мгновенно, прям в начале. Сейчас соберу монеты, пока эти не пришли. Напомню, что нельзя дотрагиваться до монстров. То есть, вы теряете какое-то определенное количество золота. Мгновенно теряете остальное золото, какой-то процент, сколько у вас был. Просто вываливаете с вас. Вам надо еще их успеть собрать. Иногда они как-нибудь вываливаются в воду, например. Какие-то уровни будут дальше. Вода. Если в воду монета падает, то все ты ее теряешь. То же самое и с гемом. Поэтому лучше не допускайте этого аккуратно играть. И все будет отлично. Так, давайте сделаем один образовуюся. На всякий пожарный. Следующие пауки. Золотую затрекиема. Золотую затрекиема. Да, вот эту сделаю. Так, так как пауки, может дострелят до них? Попробую здесь поставить. Вроде не пройдут, да? Да, умирает. Добьем потом. А это и золото еще сделаю. Даже для пауков, против пауков хорошо будет. Так, собирать надо успевать все. Ну что, по деньгам вообще нереальное количество у нас теперь. Давайте поставим здесь, здесь. Прям везде поставлю. Если какой-то паук случайно добежит, мы его добили. Там Тесла еще надо понадобиться, я смотрел. Может, вот здесь поставлю тогда Теслу. Место есть. Против пауков, которые будут защитой. И если сейчас летаю... Итак, сейчас 17, 18, 19... Все, короче, можно убирать. И продавать против воздуха. И я тогда здесь поставлю Эррол везде. Лучников. Потому что единственное, кто может пробежать, это вот следующая волна пауки. Поэтому надо быть готовым к ним. Вот я тогда эту золотую сделаю. Вот так вот. Эту один раз прогрыжу, если успею. Все остальное куплю золотую. За кемы. Ну все, должно быть все отлично. Если сейчас пауков убиваем этих. Ну их будет много. Ну у меня и золотых много, так что. Должны добить. Да, нормально. Замечательно, можно сказать. Так, сейчас малые проходят. И потом босс. Против босса будем ставить везде кэноны. Здесь кэнон тоже подойдет для босса. Давайте тогда вот этот проапгрейдим. Хотя образок. Все остальные за кемы. Золотые надо кэноны ставить везде будет. Я даже сейчас продаю. Вот так вот по периметру везде. Как-то босс пойдет. Надо быть готовым. Кэноны везде сделать. Тесла они не сильно пробивают босса. Но все-таки бьют. Я не думаю, что теслу надо продавать. Ну давайте продадим. Может лучше будет. Вот эту золотую теслу можно продать спокойно. И сюда кэнон поставить. Я золотой кэнон здесь делаю. Это будет хорошо все. Давайте тогда еще, если босс вниз пойдет. Не знаю, пойдет не пойдет. Может шанс, что тут кэнон сыграет. Хоть один выстрел на этой уже хорошо. Все здесь золотую делаю. Эту руками. Да, обогретить можно. Да, тесла особо... Не, они наносят нормально. Все, кстати. Не, нормально, прилично. Можно было не продавать, наверное, теслу. Так, эти этап пропорейшн. Да, убиваем. Прошли, короче, все идеально. С третьей попытки, да, получилось. Или с четвертой, я так и не помню. Уже не считал. Но такое долгое видео получилось. Всего один уровень покажу тогда. Ну и сама игра такая размеренная. Она не пытается быть быстрой и прочее. Сама игра так придумана, что ты не напрягаешься особо. Но если допускаешь ошибку, придется напрягаться, немного перепроходить. Ну вот, мы, короче, вот эту стенку разблокировать. Потому что 8 уже 8 радуг открыли. То есть perfect, идеально прошли. И в следующем видео проходим medium 3. Bridge out. Здесь будет мост и река. Если убиваешь монстров, например, на мосту, монетки падают в воду, ты их теряешь. То же самое здесь будут летать воздушные. Они будут пролетать насквозь через воду. И если над водой их убиваешь, монеты в воду падают. И все. Но есть достижения 50, сколько там. Не знаю, 100 или 200 монет, чтобы в воду упали. Есть такое достижение. То, что мы можем это сделать. Даже на этом уровне. Я, по-моему, на этом и делал. Я не помню. А, не, на другом я делал. На этом не получилось вроде как. Но можно и на этом, я думаю, сделать это достижение. Я давно делал на PlayStation 3. У меня все 100% достижения по этой игре. Но у меня, например, нету вот этого острова. Вот. Гати-Гати Айленд. Этого острова у меня нет в той версии. Ну что, ребят, все. На этом видео подходит к концу. Спасибо, что смотрели до конца. Подписывайтесь на новые ролики. Ставьте лайк. Все. Увидимся. С вами был Андромалик. Удачного дня. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok